Сегодня в выпуске. Меняем физику выстрела, модернизируем управление, раскрашиваем танки. Всем привет! Вы часто пишите в комментариях, что пять лет назад было золотое время танков. Мы подумали и решили вернуть вам 2015-й, хотя бы в нашем видеоблоге. Одним из первых релизов года стало обновление 310. В нем произошли две важные перемены. Во-первых, была изменена сила удара у двух популярных пушек — смоки и рельсы. Дело в том, что в самом конце 2014 года произошли изменения в физике, и урон стал приходиться не только в корпус, но и в башню. В итоге легкие корпуса достаточно просто переворачивались при падении. После изменения тот же Hornet все еще можно было перевернуть, но уже далеко не так просто, как раньше. Во-вторых, список дополнила карта Александровск. Она уже появлялась в игре во время праздничных активностей, и так понравилось вам, что вы массово просили ее вернуть. Как итог, карта до сих пор остается одной из самых популярных. А вы все еще думаете, что мы вас не слушаем. В следующей в игре появилась пушка Терминатора. Вулкан — одна из самых необычных пушек в игре. Освоить ее достаточно сложно. Судите сами. Перед началом стрельбы должны раскрутиться стволы. Надо учитывать при прицеливании эту задержку. Пушка автоматическая и стреляет непрерывно, но вместо привычной перезарядки у нее есть перегрев. И Вулкан не прекращает наносить урон противнику, но делает это ценой самоурона. В итоге Вулкан оставался пушкой не для всех долгое время. До недавних пор, когда уже в нынешнем 2020 году мы не только обновили ее внешний вид, но и доработали и оснастили уникальными устройствами, что вдохнуло новую жизнь Вулкан. Еще одним важным нововведением, появившимся в 2015 году, стало управление мышью. Чтобы найти сыр, надо думать как мышь. Ой, какие типа мрачные мысли-то вошли. После этого момента все танковое сообщество разделилось на тех, кто привык к клавиатуре, и на тех, кто начал уже на мышке. Если раньше ходили шутки, что новичка сразу видно потому, что он не поворачивает башню, то после появления управления мышью шутка потеряла свою актуальность. И в прошлом выпуске мы подробно рассказывали, как современное управление приводит к изменению игры. На примере корпуса ARES. Если не видели, обязательно посмотрите. Ну и еще три заметных нововведения 2015-го. Первое. Режим захвата точек получил важное изменение. Если раньше очки только начислялись за захват и удержание точек, то теперь, если противоположная команда захватывала и удерживала точки, то первая начинала их терять, что сделало игры куда более напряженными. Второе. В игре появилась возможность приобрести премиум аккаунт. Он позволял игрокам получить больше опыта, кристаллов и давал возможность покупать XT скины. А сейчас он еще и удваивает количество звезд, зарабатываемых в челленджах. Третье. Помимо покупки, получить премиум аккаунт можно было из ежедневных заданий, которые были введены в игру немного ранее. А уже в этом году мы добавили к ним наши новые миссии, которые, судя по отзывам, вам очень понравились. А вот чего точно не было в 2015-м, так это конкурса раскрасок. Для участия в нем переходите по ссылке в описании, раскрашивайте танки и присылайте нам ваши работы через специальную форму. Конкурс будет проходить в двух номинациях. Графическая раскраска для тех, кто предпочитает современные редакторы изображений, и распечатанная раскраска, если вы предпочитаете по старинке – карандаши, кисти с красками или фломики. В каждой номинации будут определены трое победителей. Также мы наградим поощрительными призами тех, чьи работы не войдут в число лучших, но покажутся нам достойными. Ваши работы мы будем принимать до конца следующей недели, так что успевайте! Ютуберы тоже не так давно стали интересным и полезным дополнением нашего видеоблога. Биг Танкс решил за 14 дней прокачаться до легенды, и он уже маршал. У меня 100 тысяч танкоинов! Да, друзья, мы сегодня потратим эти 100 тысяч! Смоки МК-6 купить МК-7 за ноль кристаллов! Ноль кристаллов МК-7, ребята! Давайте в интернете сейчас это сделаем, купить за ноль кристаллов! Килджет разбирается, как и где рулит дрон-ловкач. Осторожно! Возможно, ненормативная лексика. Этот дрон имел 20 метров дальность, радиус, не диаметр, ребята, радиус. Стал иметь 30. Это мое мнение. Он не, вот как по мне, он не лютый в плане нагиба, он просто неплохой в плане реальной эффективности. Он хороший для фарма-очков. Вот, но для фарма-очков это просто имба мастхэв и просто вот 10 из 10. Ты можешь бросить танки, но танки не бросят тебя никогда! Так ведь, Армен? Недавно закончился второй Блиц в формате Medium на карте Red Alert. Победителями стали Atlantis, Team Quarantine, Guardians, Outlaws и Woods Prodigy. Команды все увереннее набирают очки рейтинга и все громче заявляют о себе. На этой неделе кланы уже провели свои первые бои нового Блица, который проходит в формате Hard на карте Barda MM. Стоит отметить, что этот формат единственный на данный момент, который включает в себя пункт «Активированные овердрайвы в бою». Это дает возможность командам придумывать новые тактики, используя овердрайв каждого корпуса. И важная информация. Начиная с Блиц номер 17, бои этого турнира будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Так что вы сможете и в турнирах поучаствовать, и выгодные выходные не пропустить. Еще один повод участвовать в турнирах Блиц, создавая свою команду или вступив в уже существующую. Тогда и ТОП Лига будет не за горами. Вот и все на сегодня. А вы пишите в комментариях, что больше всего запомнили в 2015-м. Ну и не забывайте про лайки и колокольчики. Пка! В прошлый раз вы должны были угадать, какой танк после активации припаса «Ускорение» быстрее всех возьмет Голд. И правильный ответ — Д. Поздравляем победителей! А вот и новый вопрос! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...